Всем доброго дня! YouTube канал за передними город Аликанте, Испания. Конец лета, конец августа. Погуляем сегодня по центру города немножечко. Мы гуляли здесь недавно вечерком, можно сказать даже ночью. Сейчас немножко покажу тоже здесь виды, как город выглядит, как город выглядит днем. Достаточно все живо, активно. Вижу, что люди еще подписались. Спасибо им за это. Кто не подписался, подписывайтесь. Будет много видео. Ставьте лайки. Пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе моих новых видео из Испании. Мы сегодня пройдемся до Порт-Ильеша. Много народу, конечно. Не будем мешать. Так, наверное, да. Лучше перейти я в тенечек. Если кто не знает, это называется улица Авенида Альфонсо и Эль Савиа. Авенида, ну как проспект читается, проспект короля Альфонсо Мудрого. Имя Альфонсо не несет какой-то коннотации негативной в русском языке, но если кто знает, почему определенный тип мужчин называют альфонсо-ми в русском языке, то напишите в этом комментарии. Будет интересно. Я не знаю, если честно, почему именно такое испанское имя было выбрано для обозначения некоторых мужчин. Если знаете, будет интересно узнать. Кстати, здесь у нас есть, видите, зарядка электрическая. Разряжает машину. Это, можно сказать, что центральная. Одна из центральных улиц, основных таких. Вот. Сами видите, трафик достаточно. Хотя, опять же, это не самый загруженный трафик. Пробок здесь, конечно, с собой не бывает никогда. Но достаточно улицы оживленные. Сейчас, я бы сказал, народу не так много. Но сейчас где-то времени у нас где-то получается часа два, мне кажется. Санагера, так же. Вот тоже, в Косыново, кстати, Калифори-экспресс здесь. Вот, губосуточный, по-моему, он. Его не было в том году. И сегодня покажу вам две улицы. Ну, соответственно, вот это у нас Альфонсо. Улица Альфонса Мудрого. И мы с вами сегодня погуляем также по, можно сказать, такой главной торговой улице. С точки зрения всяких марок, шопинга и так далее. Как бы бутики. Ну, не бутики, а всякие марки там. То есть вещевые, как правило. Собственно, она называется улица Майсу-Наве. И находится между двумя корт-англецами. Одним вещевым, таким большим, в самом большом городе. А второй, в хозяйственной такой. То есть там мебель, электроника, по-моему, да, что-то еще там. То есть такое все. Рассильное белье. Ну, и продуктовый магазин, естественно, тоже во всех порт-англецах есть продуктовые магазины. Такие виды города вам, пожалуйста. Тоже всякие кафешечки. Гуляли мы здесь буквально вот недавно вечером. Думаю, что вы узнаете эти места. По ритму, лично мне, вот вся здесь эта улица напоминает город Хабаровск. Кто знает, там есть улица Топя Карла Маркса, Мурево-Амурского. И вот именно по ритму. Она примерно такая. Немножко она по... Немножко она... Смотрите, я помахал даже в камеру. Улица покороче, как бы, наверное, да. Но вот интенсивность движения. То есть, ну, не знаю, с московской улицы есть какой-нибудь сравнительный. Даже, может быть... Ну, наверное, вот улица Братиславская тоже, можно сказать. Примерно такая. Кто знает от района Малого Круга, Дольшого Круга, это, может быть... Но, опять же, не настолько это все интенсивно, как в Москве. Ну, и по сравнению, все-таки, например, с такими городами, как Теревьеха, там, и так далее. Да и даже, по сравнению с Бенидором, здесь движение, конечно... Ну, поинтенсивнее у нас как-то, поактивнее все. Все-таки, центр провинции. Длительные все в кафе. Знаю мой недостаток, что я сейчас там машу камерой. Ну, постараюсь не так часто это делать, чтобы вам было более-менее комфортно смотреть. К сожалению, у меня частота кадров 30 в секунду. 30 кадров в секунду. Все-таки хочется снимать в 4К разрешение, поэтому... К сожалению, при поворотах немножко будет рябить, да, в глазах. Но, прошу прощения. Надеюсь, я, конечно, еще на ваше понимание все-таки. Так, давайте перейдем. И здесь тоже покажу. Все так смотрят, конечно. На туристах. А в Аликанте, конечно, нужно быть не туристом, я считаю. Но это мое мнение, опять же. Да, может, не согласиться, но... Хотя, не согласиться с этим сложно. Потому что, конечно, одно дело находиться здесь туристом. В том плане, что временным человеком. Да, и другое дело все-таки как-то здесь жить. Потому что, ну, совсем другое ощущение от жизни. Намного, что ли, как-то продуманнее все получается. И по ценам, и так далее. Так, давайте, наверное, туда мы не пойдем дальше. Покажем немножечко вот здесь у нас как. И перейдем в тенечек все-таки, да. Давайте перейдем в тенечек. Вот эти испанцы не могут ждать красного цвета, точнее, зеленого. Идут на автобусы. Здесь, конечно, зеленый красный цвет, понятие точнее время пешехода достаточно условное. С другой стороны, если показывать город максимально, то невозможно не крутить камеры, потому что, ну, сами понимаете, хочется запечатлеть. Мне лично всегда хочется передать вот максимально колорит города, объективно, как это все максимально, опять же, показать. Потому что, ну, хочется, чтобы люди, которые имели представление. Я считаю, что Аликанто, он как бы, недооценен. Показывается он, к сожалению, не всегда правильно. Вот. Мне кажется, опять же, когда я смотрел видео про Аликанто, например, раньше, что-то переезда, скажем так, то я, как бы, даже не понимал, что там в нем могло понравиться. И когда мы уже приехали, и, так сказать, смотрели все своими глазами, тогда да. Тогда вопросов нет. Но как это показывает, вот, как бы, даже тоже тревеха показывает, как-то чаще, не знаю, даже, может, более красочно. Так, а в жизни, конечно, это совсем разные города, как по мне, опять же. Вот, поэтому смотрите, пишите комментарии, как вам город, его улицы. Интересно критику посмотреть. Тем более, некоторые люди смотрят меня из Европы, скажем так, тоже. Насколько я понимаю. Так, время у нас заканчивается. Поэтому я желаю всем добра и удачи. Подписывайтесь на канал. И увидимся в наших следующих видео, которые будут уже скоро. Всем пока.